демонстрация лишь демонстрация экрана может быть сделать но полный она сейчас не полный у меня она выглядит как просто рабочий вариант мы видим слева окно сейчас пока ничего не видно сейчас нормально дата нет 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 сейчас тогда сейчас секундочку просто пару кнопок я понял есть текущий слайд начнем вот так нормально не переключилась на текущий слайд но все равно окно программы целиком они презентации очень странно не полноэкранный да я понял это очень странно режим слайд шоу просто листайте будет у вас все нормально я тоже думаю это будет сюда переезжать я вот это поменьше сделаю просто хорошо уважаемые коллеги давайте я как по праву модератора начну эту встречу нашу очередное заседание как вы видите на слайде презентации там стоит две цифры 6 и скобка в скобках семь не все знают почему я бы хотел объяснить дело в том что в перерывах между пятым и вот нынешним заседанием у нас произошло такое большое событие это было очное заседание клуба к сожалению не все могли присутствовать потому что это заседание проводилось в рамках ну заключительного семинара большой программы выступение эффективности которую но реализовывал сибирский центр поддержки общественных инициатив и на центр вместе и мы в рамках семинара последнего решили провести заседание очного клуба вот ну хотя бы почувствовать как это может быть вот получилось мне кажется интересно и вообще я надеюсь что ну как то мы сможем в какой-то момент из онлайна в оффлайн перевести встречи или какой-то гибридный вариант использовать потому что преимущество такого очного взаимодействия но перебить онлайном невозможно ну при всем при том я понимаю что есть преимущество и у онлайновой встречи в общем будем как то думать как это сделать поэтому у нас сегодня шестое сколько седьмое заседание клуба и мы предложили тему такую моделирование деятельности оценка и мы будем сегодня говорить о моделях ну собственно которые используются социальном проектировании и этому будет посвящена наша встреча значит программа у нас есть четыре вопроса какие вообще модели могут использоваться в оценке проектов программ какие модели чаще всего используются и почему вот в каких ситуациях использование обязательно и кого и достоинства ограничения различных моделей все встречу у всей встречи будет такой сценарий сначала будет небольшое такое теоретическое вступление да алексей кузьмина а затем фактически все оставшееся время мы будем обсуждать эту тему работать в малых группах возвращаться в большую группу в общем как бы в основном все время мы потратим на дискуссии обсуждение ну вроде все сказал готов алексей хорошо тогда тогда продолжаю да и я бы не сказал что там она сильно теоретическое будет мое сообщение она будет умеренно теоретически тем более что у нас были пожелания не уходить теоретизирования говорить с практической точки зрения вот я постараюсь так именно построить значит я постараюсь кратко все модели которые используются при организации конечно будет список не черпающей модели довольно много используется и понятно что большинству присутствующих эти модели знакомы известны я их просто перечислил это не займет много времени мы говоря о том что мы используем модель мы имеем ввиду конечно некоторые упрощенные представления реальности с которой мы имеем дело упрощенное составление проекта упрощенное представление программы упрощенное представление организации упрощение это важная характеристика модели на упрощение происходит таким образом значимой составляющей реальности в этой модели присутствовали значимые составляющие взаимосвязи между ними и в зависимости То есть от того, что нас интересует, в модели могут представлены быть те или иные компоненты реальности, и нам модель позволяет изучить их и ответить на те вопросы, которые у нас есть. Я искал для иллюстрации какую-нибудь модель красивую, но вот подумал, солнечная система достойна быть модель для нашего случая. Значит, первая модель, которая общеизвестна, логическая рамка по-английски Logical Framework, это табличная форма представления замысла проекта. В левой колонке описываются цели проекта или программы. Под каждой целью описываются задачи, которые должны быть решены. То есть, например, цель номер один, задача номер один, два, три. Цель номер два, задача номер один, два, три и так далее. И там есть модификации этой рамки, но в принципе могут быть и непосредственные результаты, описанные мероприятия и ресурсы в левой колонке. Дальше в следующей колонке индикаторы и относящиеся к этой строчке способы проверки этих индикаторов, подтверждения. Иногда дополнительные колонки включают начальное, базовое и целевое значение показателя. Ну и есть в правой колонке комментарии, предположения, предпосылки. Значит, здесь для нас важно, что это упорядоченная форма представления, табличная. Вообще-то говоря, бывает и в виде текста тоже не рамка, а просто как текст, а описание. Ну, всем нам знакомо тоже, да. Значит, вот это первое, логическая рамка, табличная форма представления. Второе, логическая модель или цепочка результатов. Значит, здесь что мы имеем? Вот простейшая форма цепочки результатов вот здесь показана. И мы здесь имеем непосредственные результаты, достижения которых приводят к достижению цели проекта. Достижение цели проекта делает вклад, обеспечивает вклад в реализацию миссии проекта или вклад в достижение его стратегической цели. Это цепочка результатов. И запускается этот процесс через действия. Мы совершаем некие действия. И потом дальше непосредственный результат, цель проекта и стратегическая цель. И справа, например, обучение принципам качественного обслуживания в компании. И внизу мы говорим, что вот это мероприятие мы проводим. Это наши действия обучения по качеству обслуживания. Дальше специалисты узнают принципы качественного обслуживания. И если они их узнают, то применят на практике. Если применят на практике, то повысится качество обслуживания. Вот здесь такие стрелочки. Это другой вариант модели. Теперь логическая модель в несколько более сложном варианте. В предыдущем случае это цепочка результатов. А в этом случае это карта результатов. По-английски. И здесь несколько цепочек. И, в общем-то, это единственное отличие. Но она достаточно принципиальная. Потому что такая карта результатов, она, ну, в чем-то, наверное, ближе к реальности. Потому что у нас довольно редко бывают ситуации, когда можно представить все, что мы делаем в виде такой четырехзвенной, трехзвенной цепочки результатов. Чаще это сложнее. И вот на этой картинке представлена та же самая программа, ориентированная на повышение качества обслуживания, в которой не только есть вот эта цепочка, которую раньше мы обсудили, связанная с обучением. Но также есть две еще цепочки. Создание условий для применения принципов. Специалисты смогут применить эти принципы. И это вклад делает в то, что они применят. А с другой стороны, есть еще и система мотивации. Специалисты захотят применить принципы. И это тоже сюда делает вклад. То есть у нас как бы три цепочки сходятся в результате специалистов применения. Для того, чтобы применили, мы делаем систему мотивации, создаем условия и обучаем их. Карта результатов. Дальше есть теория изменений. На самом деле здесь начинаются какие-то пересечения, конечно, коллеги, которые вы все тоже наверняка заметили. Потому что если говорить про теорию изменений, то, например, основная составляющая в теории изменений – это карта результатов. И там есть разные версии, как описывать теорию изменений. Но карта результатов обязательно есть. И второе, то, что есть у всех, обязательно – это допущение. Условия, при которых замысел проекта сработает, но на которые проект не влияет. То есть мы предполагаем по умолчанию или не по умолчанию, что эти условия будут соблюдаться. И тогда все сработает. В данном случае, например, специалисты узнают принципы качества обслуживания. И если узнают, то они их применят на практике. Принцип «если то». То есть если проведем обучение, то узнают. Если узнают, то и так далее. И вот эта стрелочка сработает, если они захотят применить эти принципы и смогут применить их на практике. То есть это в данном случае, если мы рассматриваем исключительно проект, как ориентированный на обучение, то в данном случае это наши допущения, из которых мы исходим. Ну, понятно, что может быть проект, в котором мы это рассматриваем не как допущение, а как задача. Мы хотим и карту результатов предыдущего выведения, в которой это рассматривается как задача. Итак, теория изменений. То же самое взаимодействие с результатами. И обязательно включает допущение. Книжечка про теорию изменений и общие рекомендации к применению доступна в онлайне. Знакома, наверное, вам. И есть много ресурсов уже на русском языке. В частности, опубликованных «Эволюция и филантропия» и другими, которые можно тоже посмотреть. Дальше. Теория программы. Вот книжка Патриции Роджерс и ее коллеги Фаннел. Целенаправленная теория программы. То есть вводится понятие теории программы. Вот определение. Теория или логика программы. Смотрите, теория или логика. Ну, теория, потому что это замысел. Потому что это у нас в голове. Логика – это потому, что объясняется причинно-следственная связь, как разворачиваются события внутри программы. Объясняет, как и почему программа работает. Опять связь действия с результатами. И вот здесь внизу ссылочка. Если захотите посмотреть поподробнее, там есть краткая такая статья на английском языке в открытом доступе тех же самых авторов, которые они излагают в базовое положение. Книжка вообще большая и очень интересная. Следующий. Циклические диаграммы. Циклические диаграммы. Здесь ситуация какая? В реальной жизни, конечно, мы имеем дело с процессами нелинейными. В частности, когда мы оказываем воздействие на определенный элемент системы, то есть во многих случаях и обратное воздействие. То есть на нас этот элемент тоже оказывает воздействие. И наличие таких петель, которые создают циклы внутри, это очень важная характеристика, которая в реальной жизни происходит. То есть в реальной жизни не происходит просто как костяшки домино. Хотя это очень заманчивый образ. Толкнул первую, все остальные упали. Но на самом деле это не совсем так происходит. И традиция построения циклических диаграмм предполагает обозначение связи между элементами, которые могут иметь либо плюс, или быть положительными, либо минус, или быть отрицательными. Плюс что означает? Если происходит вот это, то если это увеличивается, то и это увеличивается. Если это уменьшается, то и это уменьшается. В данном случае я использовал такую диаграмму, которая говорит о том, что если у меня хорошее настроение, то у меня увеличивается желание привить внимание к жене. Если же это увеличивается, то взаимное желание увеличивается, что поднимает мое настроение. Вот смотрите, какая здесь есть особенность. Скажите, сейчас мне нужно сменить экран или видно циклическую диаграмму? Уже на экране в онлайне. Видно диаграмму? Видимо, да. С кнопкой play, да? А, нет. Нет, пока только... Вот, я про это. Сейчас я другой экран выведу. Это перешел в онлайн, а вам не видно. Сейчас мы... Вот оно. Вот, теперь видно, да? Ну, пока загружен. Да, теперь видно. Да, теперь видно, да. Чудесно. Значит, в принципе, есть программы. Простые и более сложные. Это очень простая, скорее, для демонстрации просто. Но ей можно бесплатно пользоваться в онлайне. Вы сможете зайти, если хотите. Смотрите, как работает. Вот я ее здесь построил, такую, как она была на слайде. Дальше я могу посмотреть, как это работает в динамике. Я нажимаю кнопку play. И она мне предлагает выбрать точку, с которой я начну. То есть, можно начать с любой точки в данном случае, да? Потому что у нас же цикл. И дальше в каждой точке можно выбрать увеличение или уменьшение. Вот я выбираю увеличение. И просто хорошо. Видите? И поскольку петли усиливающие, так называемые, то все усиливается. Вот таким образом нам диаграммы. Это в динамике показывает, что происходит. И можно выбрать наоборот. Вот я снова нажму play. Я выберу уменьшается. И видите, все. Настроение исчезает хорошее. И все остальное тоже исчезает. Видите? Вот такая история. И, конечно, это простейший вариант диаграммы. И, наверное, для такой диаграммы вряд ли имеет смысл прибегать к каким-то ухищениям, чтобы посмотреть динамики. Тут и так. Но, конечно, ситуации намного сложнее бывают. Ну, например, вот такая диаграмма, где центральным моментом является возможность сотрудников справляться с работой. Как вы видите, здесь связей намного больше. И среди них есть как положительные, так и отрицательные. Ну, например, возможность справляться с работой. Если возрастает, то частота ошибок... Слайд переключили, пожалуйста, на следующий. Про который ты рассказываешь. А, Володя, я это воспроизведение включил. Я думал, видно. Да, извините. Сейчас видно? Да, да, да. Сейчас видно стало, да? Это у меня глюки с воспроизведением слайд. Да. Возможность справляться с работой возрастает, если. А связи отрицательные. Частота ошибок уменьшается. Если это возрастает, это уменьшается. Если частота ошибок уменьшается, то положительные. Да? Это уменьшается. Соответственно, стресс руководства... Если это растет, стресс руководства растет. Если это уменьшается, то средства руководства уменьшаются. Одинаковые процессы происходят, непротивоположные. И вот, коллеги, это чуть-чуть посложнее, а бывает намного сложнее. И вот в таком случае, например, конечно, без компьютерного моделирования понять, где что произойдет, вообще сложно. И такую, конечно, надо в динамике смотреть. Кстати, это точно не сработало, потому что это американская консалтинговая компания сделала диаграмму, которая должна бы позволять достичь стабильности в Афганистане. И мы знаем, что не получилось. Видимо, вот PA-консалтинг-групп тут что-то проектировал. Так, идем дальше. Системные диаграммы. И я сейчас буду уже завершать свое сообщение. По этому поводу есть вот ссылочка. У меня в блоге есть публикация, там более подробно. Я просто их хотел назвать. Их много очень разных вариантов. Ну вот, первое, например, насыщенные изображения. И мы справа с вами видим вот это. Ну, я перевел таким образом rich picturing. Ну, можно, наверное, по-другому. Но такая сильно насыщенная подробная картинка той реальности, с которой мы имеем дело. Ну, опять, что значит насыщенная или подробная? Нам нужно там указать те элементы, которые мы считаем важными. И вот на этой картинке, видите, река, мост, какие-то заводы, люди, какие-то связи между ними. И это вот считается и действительно бывает, что помогает при оценке программы для того, чтобы основные какие-то элементы у нас в зоне внимания присутствовали. Ну, и здесь несколько их перечислено разных. Ну, вот я на последний тоже обращу ваше внимание к культурно-исторической теории деятельности. Если здесь у кого-то возникает ассоциация с Выгодским и Леонтьевым, это правильная ассоциация. Именно об этом идет речь. Но что наши зарубежные коллеги сделали, как всегда. То есть, они взяли вот эту теорию, которая, в общем, теория-теория такая. И они, кстати, обозначение ее сокращенно чат, вообще отлично. И они ее превратили в инструмент. То есть, они довели ее, опираясь на эту теорию, они сделали инструмент, который позволяет строить определенного вида диаграммы. Вот, значит, про это тоже можно посмотреть. Ну, и последнее, что я бы хотел упомянуть здесь, это еще один вариант модели. Эта модель относится к филантропической организации, к фонду, который поддерживает разного рода социально значимые инициативы. И это тоже из новых разработок. Здесь есть ссылка на статью на английском языке. И построение теории филантропии уже для организации, оно предполагает ориентацию на целых 38, я насчитал, аспектов, который надо учитывать при построении этой теории, достаточно такая развернутая, сложная. Ну, и сегодня мы будем в основном-то ориентироваться, конечно, на программы проекта. Но мы подумали, может, вам будет любопытно почитать этот материал. Володя, передай ее. Да, уважаемые коллеги, мы предусмотрели какую-то дискуссию, может быть, вопросы, а может быть, и какие-то высказывания. Вопрос такой. Какие модели чаще всего используются на практике при проведении оценки и почему? Может быть, это какие-то модели, которые вы считаете, о которых Алексей не сказал, тоже можно добавить. Пожалуйста. Может быть, вопросы есть поначалу, прежде чем дискутировать. Спасибо. Может быть, у меня вопрос, прежде чем дискуссия, уточняющий для Алексея. А вот теория фондов, есть ли какие-то практическое ее использование? Дальнейшие публикации на эту тему. Да, в данном случае я только теорию филантропии упоминал. Есть еще теория фонда. Да, да, теория филантропии. Я уже не стал сюда включать, это разработка консультантов фонда Рокфеллера, но она про то же самое. Я про фонд Рокфеллера точно не могу сказать, каким образом происходит использование. Что касается теории филантропии, которая здесь упоминалась, в статьях, которые об этом подходе, там есть также примеры использования ее с организациями, и авторы этого подхода, они описывают, как они с организациями это дело применили. Да, такие примеры описаны. Слушай, а у меня вопрос тоже дополнительный. Вот ты употребил слово там модели, описание проектов, и слово системные модели. Означает ли, что системные модели – это те модели, в которых заложена какая-то теория определенная? Ну, так же, как вот с культурно-исторической, да, с чатом. Означает ли, что это везде так? Там даже термин использован был не модели, а диаграммы системные, да, системные диаграммы. У меня вопрос, потому что вроде модели про систему, да, тоже, как бы, и оно получается масломасляное, и в чем тогда, с твоей точки зрения, разница? Ну, я думаю, что основное отличие в том, что системные диаграммы, они названы системными, потому что они строятся теоретическим основанием для такого рода модели, является системный подход, который всем известен, который предполагает, что мы имеем дело с системами, а система обладает определенными свойствами, в частности, например, свойства системы как целого отличаются от суммы свойств отдельных элементов, ну и так далее, там подобных, там свойства адаптивности и прочее. То есть, системные диаграммы названы так, потому что они опираются на системный фактор. И, кстати, представители вот этого, этой школы, они очень-очень сильно критикуют, например, логические модели. Почему? Потому что они говорят это некорректное упрощение. Они говорят, что, ну, мы об этом предполагали дальше разговаривать, ну, чрезмерное упрощение, да. Можно еще вопрос маленький? Да. Вот про теорию жизнеспособных систем. Это имеется в виду Стаффорд-Бир или это другой вариант? Вопрос вот почему возник. Я немного разбиралась с этой теорией Стаффорда-Бира, и мне показалось, что очень красивая идея, но найти ее практическое применение, так скажем, в мирных целях, да, я нигде не нашла, было бы очень интересно увидеть. Ирина, да, вы посмотрите там по ссылочке, да, там есть, может быть, может быть, там какая-то, какой-то источник, который вы не видели. Спасибо. У меня еще, ну, может быть, я не знаю, чтобы не захватывать, может, еще вопросы есть. Вот у меня вопрос. Карта результатов, на которую я посмотрел, я просто по новым вещам, которые для меня на вытоке, это как-то связано с декомпозицией, то есть для управления проектами я использую понятие декомпозиции, декомпозиция проекта, когда расписывается от логики до пакета действий, до самого низа. Это достаточно трудно сделать, но если ты сделал, ты точно можешь проверить, что то, что ты делаешь, связь, работает ли оно на цели, и на задачи, а задачи работают ли она на цель. Модель декомпозиции, как бы, она не рассматривается, не применяется, декомпозиция проекта считается моделью. Да, давай я так скажу. Из того, что я знаю, естественно, мое тоже вид не ограничено, но из того, что я видел и слышал, читал и на конференциях, как люди рассказывают об этом подходе, которые находятся в контексте оценивания именно, такие специалисты, они понятие декомпозиции вообще не используют или редко используют. Но, по сути, если посмотреть, что такое построение карты результатов или той же самой теории изменений, то можно сказать, что там заложен принцип декомпозиции, потому что они ведь что говорят? Если взять сущность этого процесса, мы берем результат верхнего уровня. Дальше мы говорим, какие должны быть достигнуты результаты для того, чтобы был достигнут результат верхнего уровня. И мы начинаем распаковывать вниз, и получаются эти цепочки. И поэтому, по сути, это же и есть принцип декомпозиции, но они так не называют. А у меня вопрос к группе. Кто-нибудь использует декомпозицию проекта? Потому что я всегда продавливаю в своих организациях, что проектный менеджер должен использовать такой подход, рисовать обязательно декомпозицию проекта. Есть еще люди, которые пытались... Ну, в частных коммерческих мне приходилось это делать, когда нанимали конкретно. Ну, я там еще команда какая-то. Мы делали это естественно. Ну, одно было время мода до Ходорева у нас, когда Нижний Новый Горький открыли. Там много чего делалось. И был такой опыт. Кроме того, у меня был опыт, например, вот теорию фонда использовать. Был первый проект, который ESET финансировал в Нижнем Новгороде. Дали 3 миллиона долларов на создание первого бизнес-инкубатора в России. Вот там проверял фонд, проверял, вот как там у вас написано. От сотрудников, бренда, мы все это изобретали. В общем, такой опыт есть. Ну, еще последний, да, скажу. У меня есть опыт, например, использования методики Тита Конти. Нас и в Нижнем Новгороде эту книгу перевели, когда город открыли. Самооценка организации. Там такая система идет, да, значит, и был порядок такой. Сначала бережливая, потом ИСО, и потом самооценка бизнес-модель устойчивого развития. Но когда пришел новый губернатор, который свое обучение в Лондонской школе закончил на бережливом производстве, все тихо-молча вернулись обратно. Теперь, значит, у нас после ИСО опять бережливое производство. В общем, все на этой веселенькой ноте все у меня. А был опыт такой. А вот в чате Женя написал, наверное, Женя, имелось в виду, что чаще используется, да, этот ответ на вопрос, что чаще используется, логическая рамка, таблица или теория изменения. Ну вот, а я бы добавил, Женя, мне кажется, теория изменения все-таки реже используется, да. В силу того, что некоторые руководители требуют декомпозиции, а это довольно непростой процесс. Мне кажется, теория изменений, может быть, в России не так часто используется. Что касается зарубежных доноров, то это прямо повсеместно. То есть они уже от логической рамки наполняют? Да, они уже переходят, вот, стараются к теории изменений. Ну, крупные, там, государственные, там, ну, например, Нидерландское министерство иностранных дел, они вот хотят теорию изменений. Ну, я хочу напомнить тоже, уважаемые коллеги, что несколько месяцев назад, примерно год назад, вообще-то счетная палата Российской Федерации ну, тоже выпустила пособие такое. Ну, под ее эгидой, как бы, да, пособие по созданию теории изменений. Ну, принципиально, содержание не очень от книжки вот этой первой отличается, о которой Алексей говорил, но, в принципе, как бы это тоже вот попытка, мне кажется, внедрить в практику такого государственного управления в России, например. Не знаю, насколько он реально там будет продвигаться и будет ли использоваться, но, по крайней мере, это было. У нас и фонды это используют, Володя. Ну, а, например, у фонда Тимичникова в обязательном порядке у них внутреннее принято решение, что у них каждая программа в основе должна быть теория изменений, соответственно, при оценке используют. Ну, она тоже использует, она же же дружит с ними. И сейчас вот есть даже стандарты, которые теория влияния, так называемая, вот на днях будет этот, швейцарцы меня пригласили по старым связям, вот эти стандарты будут обсуждаться влияние, воздействие. Вот я даже себе этот стандарт скачала, он там на русском языке, я сброшу, кому интересно. Интересный стандарт, его, видимо, собираются как-то адаптировать и применять. Это как раз вот касается теории изменений, потому что влияние – это постпроектная история. Угу. Хорошо. Уважаемые коллеги, давайте мы перейдем к следующей тематике обсуждения. Ну, вот смотрите, был вопрос, в какие модели используются, а теперь немножко более такой, ну, что ли, прицельный вопрос, и мы будем в малых группах работать сейчас, в четырех малых группах, распределимся случайно, но в каждой группе будет модератор, который, ну, его задача записать как бы результаты, да, дискуссия и потом представить в общей группе. А вопрос такой, в каких ситуациях имеется в виду, конечно, проведение оценки, использование моделей обязательно, а в каких нет. Ну, то есть вот так довольно жестко. Ну, может быть, кто-то хочет поспорить, вообще есть ли такие обязательные ситуации, пожалуйста, но, в принципе, вот все-таки обязательно, а в каких нет. Но это к вопросу о том, что такое модели. Теоретические рассуждения или практический инструмент в оценке. Итак, мы уходим на малые группы. Сейчас произойдет автоматическое распределение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Интересно, это такое распределение произошло? Вам надо согласиться войти в группу, у вас на экране табличка была. Вот нету, у меня только центр гарант и я. Сейчас, куда-нибудь у вас... Все, должно быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но также было замечено, что это не только для того, чтобы люди потом оценивали, выделять финансирование или нет, хорошо ли простроена логика программы, но и в реализации проекта это на самом деле такая хорошая доказательная база при коммуницировании с командой, с проектной командой и работая с ней. То есть это не совсем речь идет об оценке, но скажем так, что если модель пронизывает все от наличия модели, от решения о поддержке проекта до его реализации и дальнейшей оценки, то все это работает. Было отмечено также, что российские организации не знакомы с инструментом теории изменений, недостаточно хорошо знакомы и может быть не используются, сталкиваются с затруднениями, но при этом было отмечено, что иногда доноры требуют применения этого инструмента, в том числе и для краткосрочных проектов. А на краткосрочных проектах здесь есть свои трудности, то что это и трудно применить саму модель. И самое главное, что если проект краткосрочный и небольшой, то потом нельзя не измерить, как бы дополнительные ресурсы нужны, а их нет, не измерить и не доказать, что это воздействие и влияние проекта в случае теории изменений. Вот такие соображения были высказаны. Если у группы есть что добавить, пожалуйста. Да, может быть, у другой группы что-то есть. Другой или Толлиной группы? Другой уже. А, у другой группы давайте мы будем другой. А, другой Ирина. Давайте, Ирина, конечно. Видно, да? Мы обсуждали, в каких ситуациях использование моделей при оценке обязательно, в каких нет. Хивните? Видно экран? Прекрасно. Мы пришли к выводу, что модель-то всегда есть, даже если мы ее не называем словом «модель». И вообще она не классическая, потому что мыслим мы, как человеки, всегда структурно. Итого, модель нужна всегда, но мы иногда не умеем ее грамотно описать, или можем описать неправильно, или можем не знать, как ее описано, донести до своего партнера или клиента, который мыслит по-другому. Поэтому, во-первых, какой донор какую модель предпочитает, или какой партнер какую модель предпочитает, так мы ее и предоставляем. Есть интересный зарубежный проект, там в Индии, в Малайзии, в Филиппинах, когда модель – это не слова, это даже, может быть, не картинки, странные всякие виды, но это, по сути, тоже модель. Метафора, да? Но вот там, где хаос, там все равно приходится, принимая решение, отталкиваться к какой-то логике. Так же, как в семейных отношениях, где эмоции эмоциями, но все равно какая-то логика. У мужчины одна, у женщины совсем другая, но модель у каждого своя есть. Постаралась очень быстро рассказать, коллеги, можете дополнить. Спасибо. Да, Алексей. Давайте. Во-первых, нам понравилось в Малой Группе, и мы раньше такого не делали на клубе, и вообще отлично. Я не знаю, как у других впечатлений. Хорошо, когда мало народу, да, и приятно так, можно пообщаться более свободно. Значит, кратко тоже. Когда не обязательно? Ну, мы привыкли в то, что не обязательно использование модели в случае, если мы имеем дело с чем-то совсем-совсем простым. Ну, вот что было названо во время разговора, каким-то мероприятием локальным, и там, может быть, можно обойтись без модели. Во всех остальных случаях модель лучше использовать, и обязательно ее использовать, когда много результатов, они разного уровня. Когда модель обязательно использовать, если мы используем индикаторную оценку, потому что мы, индикаторы, должны привязывать к компонентам модели, а не к жизни во всем ее многообразии. Поэтому сначала мы упрощаем, потом делаем индикаторы. И также мы сказали о том, что вот ситуация непростая, когда наша модель или наш даже подход к формированию модели не совсем совпадает с подходом донора. И в этом случае идеально было бы какой-то диалог и согласование, но в зависимости от того, какой донор, ну, чаще всего это просто невозможно, потому что тут донор просто навязывает эти правила, и нам приходится приспосабливаться к той модели. Ну, и самое последнее – это то, что использование модели при оценке может быть такое, что мы вообще оценку проводим таким образом, что в конце оценки получается модель, которой до начала оценки не было. И вообще я бы здесь добавил, что люди, которые вот в системной традиции работают, говорят, что проекты, имеющие дело с социальной какой-то действительностью, да, их модель можно осознать только вообще в ретроспективе, как оно на самом деле, оглядываясь назад. В этом смысле появление модели в конце – тоже использование модели при проведении оценки. Все. Не знаю, уважаемые коллеги, мне мало что можно добавить в группе. Мне кажется, тут очень много сказано было по поводу обязательных ситуаций таких. Ну, я бы, может, так вот обобщил, что получается так, что иногда обязательность диктуется требованиями, ну, условиями реализации проекта. Ну, например, требования донора. Вот, как бы, и все. Это такое внешнее требование. Но есть ситуации в оценке, которые требуют, внутренне требуют использования моделей. Ну, например, когда мы имеем дело… Ну, это важно, например, для понимания проекта. Или важно для сравнения. То есть, эта необходимость возникает из вопросов оценки. Вот так я бы сказал. И это даже иногда бывает, когда… Ну, такие ситуации есть, вот то, что Алексей сказал немножко, когда, ну, модели или нет, да, люди называют это проектом. И, очевидно, как бы, есть какие-то признаки. Или, например, она, ну, совершенно то, что есть в замысле, как бы, с реальностью не очень согласуется, то необходимость возникать. То есть, я бы сказал так, что в оценке всегда есть ситуации внешнего, внешних требований применения модели, они там, и способы вообще такого мышления происходят и так далее. И есть ситуации, когда внутренне для ответа на вопросы оценки важно построить модели, а без этого очень трудно на них отвечать. Как один прием. Вот так я бы сказал. Володя, а когда в вопросе требований содержатся, ты к какой ситуации относишься, внешне или внутренне? Я вот конкретный пример приведу. Вопрос задания на проведение оценки такой. Какова была, ну, скажем, какова была теория изменений, лежащая в основе данного проекта, и насколько, как она сработала на практике? И это согласован вопрос в задании. Вот это внешне или внутренне? Ну, мне кажется, да, это то, что задается. Это же требования заказчика. Это внешнее, да? Да, это все-таки, да. Ну, я, наверное, разделяю внешне и внутренне, когда специалист по оценке испытывает необходимость при ответе на вопросы. Или когда это изначально задано в качестве условий. Задано извне каким-то образом. Извне в качестве условий. Спасибо. Для меня это все-таки внешне такая. Внешне, ага. Больше степени и так далее. Уважаемые коллеги, спасибо. Может быть, есть у кого-то дополнения какие-то? Тут отверг вопрос. И мероприятие тоже содержит модель. Это модель сценарий. У меня, правда, возник контр-вопрос. То есть, это просто сценарий как бы списочный. Просто делаем в это время то-то, в это время то-то. Это модель или нет? Здесь же не взаимосвязь, вроде ничего нет. С другой стороны, это задает некоторую рамку события. Если я написал сценарий, сделала ли я модель или нет? Да, это интересный вопрос. Вот мой ответ вроде бы нет. А я думаю, что все зависит будет от того, как мы определяем, что такое модель. Потому что, если, например, я описал свой сценарий, это поэтапное описание моей деятельности. Правильно? И в этом смысле можно говорить, что это и модель. Почему нет? Это не только лично ваши действия же. Понимаете? Есть мероприятия... Ну, моей я имел в виду в кавычках. Я не лично. Одно мероприятие – ваш тренинг, сценарий. Другое – это корпоратив, сценарий. Третье мероприятие – наше с вами сегодня. Вы же тоже сделали сценарий. Так ведь? Какая модель? Вот наше с вами сегодняшнее мероприятие – это какая-то модель. Вы сделали сценарий. Сначала один вопрос. Правда, скажем, наша группа ответила конкретно на вопрос, когда использование моделей, какая нет. Первая группа ответила более развернута, не просто нужна ли модель, но какая конкретно в каком случае нужна. То есть все равно была модель. Я тоже так говорю. А вот Ирина сейчас скажет. А Ирина скажет. Я предполагаю, что сценарий – это тоже модель, потому что в моем представлении хороший сценарий, там где написано. Если группа поняла вот это, то мы переходим к пункту такому-то. Если группа не поняла, то мы рассказываем сначала вот это, потом выступает такое-то дополнительно, потом то-то. И у нас получается опять же логическая модель. Ладно. Володь, следующее вопрос. Я вот не знаю. Честно, у меня нет ответа на этот вопрос, и я бы его оставил так, может быть. Да, есть работа с возражениями обязательно. Я бы оставил вопрос на подумать. И можно еще… Хотел сказать. Толь, говори я потом. А можно добавить еще такой инструмент, как голосование, например. Потом раз и посмотрели, кто за. Да, да, да. Просто так, для скрининга. За голосованием определенная модель стоит принять решение. У меня технические комментарии есть, дорогие коллеги. Здесь записывается и будет опубликовано. Так что нужно поаккуратнее. А в малых группах запись не идет, имейте в виду. Там вы можете говорить что угодно. Ну, почти. Спасибо. И вот как раз по поводу малых групп. У нас как бы, ну, заключительная часть такая, мы подходим, да, заключительно. Еще одно обсуждение. Значит, у нас возникла эта тема насчет малой группе в предыдущем, да, на предыдущем цикле. Достоинства и ограничения различных моделей. Мы предлагаем для обсуждения взять две, ну, такие вот. Они с одной стороны используются, с другой стороны, между ними есть все-таки, как бы, различия определенные, да, такие, ярко, более ярко выраженные. Логическую рамку, да, всем известную. И теорию изменений. И мы разделимся на четыре группы, и вы видите, что в каждой группе будет своя задача. Первая группа будет говорить о логических рамках и постарается найти в ней преимущества, касающиеся именно, ну, даже по сравнению с другими моделями. Вторая группа тоже логическую рамку, но ее ограничения по применению. Третья группа теории изменений и преимущества теории изменений. И четвертая группа теории изменений и ограничений. То есть у нас будет четыре разных ответа в этот раз, после того, как мы вернемся в большую группу. По времени минут 15. Да, минут 15. И модераторов сейчас важно, чтобы они номер группы запомнили, чтобы обсуждали именно ту тему. А номер группы появится, когда мы сейчас будем разделяться. Окей. Да, я, Павла, прошу нас перебросить. Перебросить. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 да шучу и еще мы в конце вот такую интересную штуку сделали мы поговорили о том что ладно социальные проекты но еще же у каждого есть часто личные проекты написать книгу купить недвижимость запустить какой-то клуб там детей в мир выпустить там и так далее и вот когда говоришь про личные проекты тоже интересно что мы там используем рамку или теорию изменений и вот на этом позитиве мы как раз закончили при так выводу что там вот скорее все таки не про социальный эффект речь идет а про рамку поэтому ограничение есть и лучше использовать и то и другое и рамку и теорию изменений спасибо какие дополнения может быть какие-то соображения или можно демонстрацию выключить пожалуйста у коллег есть какие-то хорошо я добавлю тогда мне мне кажется один недостаток это то что в проектах достаточно сложно это логическая рамка занимает несколько страниц они одну и тогда замысел проекта невозможно одним взглядом охватить то есть листаешь листаешь и в общем в итоге приходит себе что-то рисовать чтобы понять какой же замысел проекта а второй момент мне кажется в рамке чего не хватает там стрелочек не хватает ну именно вот их просто мне где ну можно рисовать но они там не уместно будут и вот стрелочки то они же важны причина следственной связи спасибо да и когда соответствие не один к одному один ко многим или не дай бог многие ко многим там получается полная путаница ну я бы сказал стрелочки ты можешь даже проще нарисовать чем где-либо в табличной форме но по вопросу что они не отражают но они не скрываются мне их очень трудно там нарисовать полоте если это несколько страниц а стрелочка страница 6 идет к странице 1 то будет трудно нарисовать не стрелки там вообще невозможно наглядности нет вот согласно вообще парадоксальным образом получается так что у меня вот можно я добавлю тоже по поводу я думаю что это какое-то ограничение на самом деле то что логическая рамка вообще-то была создана как не парадоксально для очень больших проектов то есть для проектов международной помощи больших программ ну то есть вот для меня в этом парадокс такое ограничение что мы говорим о международной помощи о влиянии там в другой стране это как бы исторически просто да а и делаем короткую табличную форму которая очень удобно действительно чиновникам которые принимают решения о финансировании и с другой стороны проекты международной помощи сложные это сложные такие политизированные проекты да часто и в этом смысле компактно это нормально но вопрос отражает ли это все что там есть хорошо волос волос еще одно соображение которое у нас на группе обсуждалось и она заключалась вот в чем что однажды когда мы применили этого рамку мы обнаружили что у нас есть запланированный результат которому не ввели никакие действия дарты дыры что называется но самое смешное в проекте было то что этот результат точно был бы получен потому что весь предыдущий опыт горюшу результат получается вот и вы вышли вот на какой момент что до 30 наверно процента вот результатов часто в социальных проектов те что были не запланированы вот а логическая рамка она часто это все не видит и в случае оценки что может быть это и может быть не оценено но вот ольга привела очень хороший пример что у них прямо в системе оценки не запланированных результатов тоже учитывается это как бы уже важно это все уже прошли а пример который мы привели не запланированных результатов это когда изобретали средства и в бизнес тоже существует да когда изобретали средства от давления вот сделали многомиллиардный бизнес на создание виагры который случайно произошло практически а в социальных проектах сплошь и рядом и они часто и бывают очень важно прошу давайте уважаемые коллеги нас так время уже поджимает немножко нам придется чуть задержаться у нас еще две группы и следующий группа 3 это вот я в ней был модератором я кратко перечислил речь идет о теории изменения ее преимуществах вот первый вопрос теории изменения ее преимущества ну давайте я просто назову то что мы как бы обсуждали но первое конечно это развернутое описание то есть теория изменения условно говоря она претендует на полное описание цепочек результатов до всего проекта я бы добавил вообще-то что в теории изменений подразумевает сами проблематики и в этом смысле теории изменений позволяет увидеть не только цепочку результатов но еще ту основа как бы ту проблемную ситуацию да потому что там дерево проблем это обязательный ход дерево проблем от которой мы отталкивались и в этом смысле теории изменения она но гораздо шире позволяет сделать описание проекта и контекста тоже в котором реализуется теперь следующий момент но мы можем говорить глядя на теории изменениях об очень разных уровнях результат действительно и от непосредственных результатов действий и там можно это описывать и до результатов которые мы можем называем влияние на отдаленными результатами проекта это тоже преимущество теперь ну соответственно я бы тоже согласился теории изменений позволяет дыры если сравнивать как бы задуманное с тем что реализовано увидеть то что не было выполнено или то что было упущено или то что не учитывалось при построении теории изменения тоже позволяет сделать и конечно вот этот аспект дополнительной полноты описания допущения это очень важный момент это контекст в котором производится и с помощью этого описания проще делать например анализ почему что-то не получилось ну вот пожалуй все если есть какие-то дополнения можно сделать если нет давайте мы теперь к ограничениям перейдем и это наверное я знаю кто да я кратко тоже первое ограничение теории изменений это все-таки линейность то есть там есть движение от действий к результатам хорошо там несколько цепочек в параллель и они все-таки идут линейно в классическом варианте изменений петли не предусмотрены а в жизни это случается второе ограничение это три необходимость очень хорошо понимать проблему ситуацию с которой я имею дело и это может предполагать либо уровень экспертизы высокий априори либо хару проведение очень хорошего анализа проблемы противном случае теории изменений может получиться неполный или неадекватный следующий момент касается стрелочек когда мы один прямоугольничек теории изменений с другим соединяем мы можем полагаться на существующие априори знания ну условно назовем их аксиомами да и вот в каких случаях мы можем полагаться на априори существующие знания а в каких случаях нет и насколько мы можем быть уверены в том что стрелочка существует то есть здесь про доказательность идет речь до уровень доказательности и тоже вот это существенное ограничение следующий момент связан с допущениями и с пониманием тоже ситуации мы так сформулировали что сложно или даже невозможно учесть все факторы которые могут оказаться значимыми для реализации проекта на и они выявятся по ходу изначально не сформулируешь ну и наконец это не так просто то есть здесь нужен навык и руку надо набить чтобы теории изменений строить и опыт показывает что он не с первого и не со второго раза появляется просто прочитать понять недостаточно нужно потренироваться набить руку и это тоже ограничение ты не можешь от инструмент просто взять сегодня а завтра его применить могут возникнуть сложности меня все лежаем ты меня натолкнул еще на одну добавку к вот сказал по поводу аксиом до который мы используем при построении да ладно сказал ну ладно участники группы туда да вот а я бы сказал так что теории изменений все-таки это возможность учесть например мнение разных экспертов то есть мы глядя на результат и преимущество как преимущество да мне кажется счетная палата из этого часто исходила пытаясь внедрять сложные большие программы подразумевает там строителей врачей психологов и педагогов и у каждого есть свои теории свои аксиомы для решения мы говорим о результате уважаемые коллеги если какие-то дополнения мы в принципе в принципе вот ну должны завершать у нас тем было использование моделей в оценке до построя в проектировании построение моделей может быть есть какие-то вопросы у нас есть у меня есть просьба волос чтобы не забыть я озвучу сразу у нас модераторы находятся в разных городах и даже в разных странах и я хотел уважаемых модераторов попросить не забудьте пожалуйста мне по имейлу прислать ваши записи по первой по втором во втором обсуждении чтобы мы их могли включить в презентацию и все участники получили эти результаты кратко спасибо попробуем сделать у нас есть дата следующего заседания 9 декабря тем пока будем объявлять но может быть мы как-то будем завершать разговор если у кого-то что-то сказать заключение у меня вопрос может быть мы можем прислать вам какие-то свои потребности но вот как бы желательные темы да вот если как бы как это как вы на это смотрите вполне очень положительно там адрес есть в он видите про оценку клуб то адрес есть присылайте ну это пришлете же презентную эту презентацию да то есть обязательно же но хорошо может быть я даром заключение если нету каких-то вопросов но вот для меня эта тема парадоксальная такая с одной стороны люди которые занимаются проектированием и работы социальном проектировании они не могут избежать как бы создание модели построении моделей обсуждение модели да то есть это и внешние требования и какая-то внутренняя логика проектирования закладывает до представления то что нас проекте должен быть один результат и какие действия и так далее так далее парадоксальный вещь но с другой стороны с другой стороны при всей такой вот массовой применимости да на самом деле остается вопрос как эти модели разрабатывать да вот вот при всем при том что есть разные схемы да там логическая рамка определенные правила задает там есть ну как бы правило разработки теории изменений да все равно это остается очень творческим делом очень творческим делом и если уж говорить о моделях еще легче но если попытаться например изобразить это да изобразить вот здесь могут быть очень такие большие сложности и вот для меня это такая вот парадоксальная штука с одной стороны просто проектирование это погружение в моделирование да там без этого нельзя а с другой стороны достаточно высокая сложность описания ну я имею ввиду конечно качество о высококачественном хорошем описание вот а такому ну то что может быть полезным и то что использую то что можно реально использовать они просто формально вот это тот чем я хотел поделиться в конце а я в заключении хотел коллеги сказать спасибо человеку который за кадром но который нам очень очень особенно сегодня помог и все прошлые встречи павел военский он работает в центре гаранта эти специалист он за кадром и тихо делал свое дело и у нас поэтому все хорошо получилось павел спасибо большое и центру гаранта поклон все ну что будем завершать да уважаемые коллеги до свидания спасибо за то что вы очень большое до следующих встреч обязательно обязательно